У здания театра сатиры скрепления адвокатов и, как это ни странно, сотрудников патрульной полиции. То ли собрание адвокатов представляло опасность для общественного порядка, то ли они сами нуждались в усиленной охране. А адвокаты, между тем, пытались разрешить спорную ситуацию. Сложилось фактическое двое власти. Существует два председателя Южно-Казахстанской коллегии адвокатов. Один был избран на одном из последних общих собраний, и прежний, исключенный из состава коллегии, и восстановленный в должности по постановлению Верховного Суда. Это что за собрание? Во-первых, я не знаю. Меня не оповещали. Со мной вы не советовались. Ну, хорошо, вы являетесь президиумом того времени, в котором я отсутствовал. И все вот это нахождение президиума, руководство, это все признано незаконным постановлением, частично областным судом и постановлением Верховного Суда. На общее собрание адвокатов Леоскар Жумабаев не явился, и собрание было решено проводить без его участия. Как выяснилось, претензии к председателю Жумабаеву зрели давно. По заявлению адвокатов Туркестанской юридической консультации, которые обратились о том, что Жумабаев переоформил здание коллегии адвокатов Туркестанской юридической консультации на свое имя. В отношении Леоскара Жумабаева возбуждалось, прекращалось и направлялось на новое рассмотрение уголовное дело. Было решение собрания адвокатов. За нарушение требований устава и закона адвокатской деятельности Республики Казахстан Жумабаев был 8 декабря 2009 года исключен из членов коллегии адвокатов. В связи с этим 6 февраля 2010 года была конференция адвокатов областной и там приняли решение об исключении его из членов президиума, так как он не является членом коллегии адвокатов. А на собрании тем временем шло обсуждение проделанной работы новым составом президиума. Проведен ремонт в районных юридических консультациях, где-то закуплена мебель, где-то оргтехника. Но в одном существовало убеждение, что господина Жумабаева освободили от занимаемой должности на законных основаниях, согласно положениям нового устава. Одной из них – Жумабаев пенсионного возраста. Согласно этого устава, членами президиума могут избираться адвокаты, достигшие пенсионного возраста. Данный устав ни один суд не отменил, оставили в силе. У меня, как бы сказать, саботаж идет по их работе. То есть бухгалтерия вся закрыта, заболели, отдел кадров заболели, здесь приемные референты все они тоже заболели. Но они специально построили это все, чтобы я не мог, как говорится, был парализован. Но, однако, я постараюсь выйти из этого положения. Вот я, несмотря на все их нарушения, я буду биться до конца. Бытует расхожее. Встречаются два юриста, значит, будет три мнения. Кто окажется прав, сейчас сказать с уверенностью, никто не берется.